Первый доклад у нас пятка. Статусы, перспективы изучения коллинеарных плазинов, коллинеарных тяжелых ядров. Не вижу. Пожалуйста, представим вам результат нашей деятельности в последние годы, в соответствии с тем названием, которое вы видите, доклад посвящен некоторой новой, так сказать, некоторым новым процессам, которые вы назвали тройной коллинеарной плазиной «Достат». И хотелось бы сказать, что вопрос имеет очень глубокую продолжительную историю. По свидетельству одного из основателей всей ядровой науки Святецкого, который в этой конференции достаточно недавно больше напоминает, в день своего шестидесятипятилетия минист Бог вместе со Святецким обсуждали вопрос с теорией деления, так как вы понимаете, это озаряющее движение. И тем не менее, одним из вопросов, который обсуждался, являлось истинно тройное деление. То есть деление витраурана на три сопоставимых по массе части. С тех легендарных времен, если прошло больше, чем 60 лет, естественно, что в теории, так сказать, было сделано достаточно много в отношении предсказаний по поводу возможностей такого процесса. мне достаточно упомянуть несколько работ, в частности, работа Святецкого, где он показывает, что, правда, в продвижении жесткой капли, что, возможно, наряду с привычной для нас формой предорожаемой гидра гантелей для сопоставления, особенно шейки, в любом случае, в возможной ситуации, когда есть две, три шейки. Для дальнейшего возложения существенно предсказание, прочим ожидаемое, которое было сделано в работе джаймера и гидра. Я рассматривала, считай, энергетика такого рода тройных систем и был сделан вред о том, что отсутствие вот такая, так сказать, похожая на цепочка конфигурации предражданная энергетически она более выгодна, чем остальные, что постареет совершенно ожидаемо, потому что понятно, что расстояние между Кулоновскими центрами в этой ситуации больше, чем в других. Что касается экспериментального программа на время начала нашей работы, то пока мы неизвестны, так сказать, хранительные процессы, а именно обычные хранительные деления с выводом лёгких завязанных частиц, привычных навыков частиц, плоскости, перпендикулярных взлёдов, вероятность такого процесса здесь указана, поэтому есть 3-двигательные деления, а плоских, опять же чуть заделяет вперёд, наиболее близкий к нам процесс, это полярная эмиссия, которая была открыта позже, обычно тройного деления вероятность всего меньше, и, так сказать, преимущественно по направлению разлёта осколков также у нас приезжают в основном эти частички. Что касается деления, то для любого асимметричного деления, вот, так сказать, типичный спектр осколков деления для низко возбуждённых ядер, а это, в свою очередь, выходы масс осколков тройного деления. И видно, что, во-первых, катастрофическое падение выхода по мере взрослой массы, третий-четырый и вот этот интервал между наиболее тяжёлыми тройными и наиболее легкими осколками тройного деления остаётся незаполненным, и, так сказать, это не стоит. Той вопрос, который стоял в начале нашей работы. Экстриментально истинно тройного деления искалось, опять же, так сказать, как вы видите, годы достаточно давно, и результаты, которые были получены, они таковы, что, так сказать, выход порядка 2-6 обновленный был в работах МУДГИ и, кстати, этой серии работ, однако впоследствии они, так сказать, весьма разновладно критиковались. В работе были свежие работы, не только радиобальной и других, так сказать, полков, приятные границы и тройного деления, и есть другие случаи. Несмотря на то, что я здесь перечислял и двойное, и тройное, и здесь я специально написал, что речь идёт о экзотических модах делений, а следует упомянуть процесс, который является померученным линием между модовым делением и транспадом, в связи с увеличением этого кластера. Речь идёт о свитцовой рактивности или тяжёлой рактивности, где, так сказать, ядра в окрестностях кластерного свинца реформируют всё в теле-метеринскую систему, как вы знаете, и, соответственно, такой процесс наблюдается. То есть спонтанная эмиссия кластера, так сказать, и, соответственно, остаётся вот такой телевизор. Впрочем, процесс этот крайне маловероятный, так сказать, в опусковой цифре по сравнению с типичным альфа-распадом, по сравнению с типичным альфа-распадом. Активацию мира, вот я ещё раз присылал для наших англоэрисимых коллег, значит, это... Имею в виду вот такой бэкграунд, мы где-то десять уже назад пришли к выводу, что поиск крайнеарных распадов, крайнеарных с точки зрения того, что такое, так сказать, экспериментаторы понимают, что если вы пытаетесь, так сказать, зарегистрировать две частицы, которые друг за другом попадают по ней на тот же детектор, всего малой расходимости угловой, значит, эта проблема экспериментально, так сказать, непростая, с одной стороны. С другой стороны, теоретики, как вы видели, так сказать, возможно страны вот таких распадов, так сказать, не отвердяли, во всяком случае это не противоречившись никаким, так сказать, энергетическим соображениям и так далее. Поэтому в порядке просто, может быть, наиболее значного, так сказать, такого знакного, что ли, вопроса, который в рамках этого наших исследований хотелось ответить, является, как, собственно, они не начались с исследований за такой системой, но в рост 6-й утверждений удалось найти ранее 745-м спонтаником, но, тем не менее, так сказать, кажется лимитным, если бы такого процесса не было, когда у вас, так сказать, исходное тяжелое ядро по своему уклонному составу соответствует точным прием, ну, например, в данном случае, магическим ядром Германии. И такого вот процесса мы и попытались поискать. То есть речь, как в зумсту, идет о том, что, так сказать, экспериментальные попытки были сделаны, так сказать, на поиск вот такой системы или вот такой системы. Естественно, что в рамках таких антибураций один из вопросов – это, как зарегистрировать калиниарные частицы или как зарегистрировать калиниарные формы. Значит, это было название, которое здесь вынесено, как калиниарный калиниарный кластер и распад. Оно, естественно, является не началом пути. После того, как мы получили первые данные, мы, так сказать, обнаружили, что фрагменты, что вот такого типа, так сказать, расставили калиниарные линии местно, и фрагменты действительно разглядаются практически калиниарно, с небольшой угловой расходимостью. С одной стороны, следующий аспект, который оказался, опять же, ожидаемым, если иметь в виду свинцовую радиоактивность, по крайней мере, один из фрагментов оказался младимым. Вот всего этого, так сказать, такое вот текущее, если хотите, рабочее название, которое объединяет результаты, которые мы получили в этом направлении, собственно, по суммированному названию. Тройной, понятно, калиниарный, понятно, и, так сказать, кластерный. Кластерный не в том смысле, что что-то летит, так сказать, а в том смысле, что, так сказать, мы понимаем здесь по кластерам как некое указание на то, что продукт этого распада ромается. Честно и откровенно, так сказать, повезло на начальном этапе, потому что, ну, не знаю, так сказать, постфактам, кажется, это, может быть, и можно было додуматься, но будем честны, так сказать, сначала мы увидели некоторые инструментальные результаты, потом постараюсь понять, почему так было. Дело в том, что в качестве стокового метатора использовалась брендерская эвисионная камера большого диаметра, 35 см, входная окно, и для поддержания, так сказать, входного окна использовалась некоторая сетка, чуть-чуть диамет, как я сейчас покажу. Значит, это действительно ликивая сетка с очень мелким шагом, так что уголовый раствор, так сказать, одной длинности этой сетки, это всего десятый градусов примерно. Ну и тогда, если вы представляете, что у нас в основной гимназии вот еще с устройством приобрели две частицы с очень малой уголовой расходимости, действительно, видит место такая возможность, когда один из фрагментов попадает в ровную сток камеру, приобретает застоковый сигнал ловения щетчика координат чувствительного, который стоял в первой камере, а второй осколок погибает просто на сетке. Тогда, так сказать, будет наблюдаться большое эмиссиное место, это большая потерянная масса, и это и будет служить критериям или, во всяком случае, указаниям на гликотернице этого события. Такого результата я действительно удалось получить. Значит, вот установка ФОБОС, четырех пыльных скептрометов, на котором, собственно, и начинались эксперименты, а это гликотерриное типичное распределение массы-массы, фрагментов двух, то есть осколков деления в двух плечах, и я привлекаю ваше внимание, хвосты, вот, собственно, локусы обычного глинарного деления, хвосты связаны с рассеянием осколков на входных как раз оснах. Значит, обращаю внимание ваше на то, что имеется здесь некоторый балл, и, так сказать, впоследствии постараюсь вас убедить, что это, так сказать, не экспериментальная какая-то грязь, а действительный эффект. Для другой системы уже вынуждено вынужденное деление, типовое деление грант-35, мы делали работу на лаборатории глинационной физики, на реакторе ИМИ-2. Использовалась только не вся измогучая система, а использовалась только два модного реакционная камера и установка, с которой мы называемый нефорис. Значит, вот здесь показаны сечения или, скорее, проекции того, что я вам показал на этом балл. Ну, во-первых, так сказать, это в моем случае нечто статистически значимое. Если вы посмотрите на вертикальную штуку работу, то речь идет о тысячах событий, и в том, что исходная статистика по динарным событиям исчислялась, естественно, в миллион. Видно, что имеет место статистически, по крайней мере, статистически значимый некоторый балл, широкий такой пик. Причем вот все эксперименты были в разных квалификациях выполнены на модуле хоксированиях фокуса, там, например, на полной ондиционной камеры и выполненные щетчики. Так использовался как газовый, так и на микроканальныхластах. Значит, можно проецировать на одну оси, и смотреть на сумму массы. А в любом случае вы видите, что имеет место значимый балл, И выход этого балла в отношении к гендарному делению весьма велик, как вы видите, 4 на 10 минус 3. Я напоминаю, что цифра для обычного тройного деления, привычного с великой массовой частицей, это порядка 10 минус 3. То есть это цифра, которая всегда приводит к теоретиков в некоторое возбуждение, желание нас подергать и поставить пред сомнение, что вообще такое главное. Помимо эффекта, который наблюдается просто в коллекционном массовом спектре фрагментов, хаммера коллекционная позволяла измерять заряд по ДТПГ. Это разрешение было не очень, естественно, хорошим, при этом не заряда, но этого достаточно оказалось для того, чтобы сравнивали плечи. Да, еще один аспект, который был ясен из картинки предыдущей, я не буду терять время еще раз, если показ. Эффект наблюдался в том плече, которое направлено на подложку источника. И, так сказать, в предыдущих картинках, то, что я показываю здесь, это, так сказать, интересует нас разность вещей. Но, так сказать, опять, статистика, мы говорим о том, что разные статистические знания, которые стоят. Поэтому, если уже откладывается ядерный заряд, и, как Вы видите, этот дифференциальный нитейк, так сказать, по ней, как статистический центр, действительно заряд идет в случае, в соответствующем никелю, который был виден в статус. Вот, повторяю эту проблему, еще раз я обращаю Ваше внимание, что эффекты видят только в главном плече, и, так сказать, асимметрия этих вещей была только в том, в главном плече одном, и, так сказать, была подложка источников очень тонкой, и, так сказать, отпечатки программы, куда-то осветлили, проявили заголовок. Значит, если вычесть из этого хвоста, так сказать, то, что мы, таким образом, считаем, просто в форме обращения, скажите, то, получается вот такое влияние подстреление, и анализ поверхности этого отстреления, ну, во-первых, видим, что, так сказать, вот этот баунт резко отрывается в основной системе, взаимной 68-79, которую хочется связать экономическим викелем. Тем не менее, это двумерная противка, так сказать, его тонкая структура, то есть вот на этом горбе оказалось, что достаточно простая обработка, по типу диагноза, короткое изломное по сечениям, даёт возможность обнаружить такие наклонные клетки. Таким образом, имеют не только баунт, но и, так сказать, его внутренние структуры. Это вот уже первое указание на то, что мы такое видим. Следующее подтверждение этого будет продемонстрировано уже на другой в современной системе. От газового детектора мы перешли на полупроводники, хотя структура установки осталась, естественно, той же, в том числе чего-то и электродный структура. Для древесла будет также существенным, что, так сказать, стартовый детектор с полностью перпендикулярной оси-разведкой от сбоков стоит кольцо из гелий-тресчётчика. Значит, то есть действительно исследовалось не только массовое, если хотите, координаты этих распадов, но ещё и нейтрон. И об этом мы расскажем чуть позже. Так вот, на этой установке мы получили картинку, которую я, так сказать, хочу с вами, так сказать, тоже обсудить. Значит, это опять локус бинарного отделения, и это вот то место, на котором мы видели балк на предыдущую картинку. Но, так сказать, система отличается по многим параметрам вот этого. Во-первых, нет рассеивателя, потому что, так сказать, просто появляется с полукромника. Разрешение существенно лучше. И это позволило, то есть разрешение, как в этой картинке, в районе двух масс, чуть больше даже. Значит, обращаем сюда внимание, что вот те структуры, которые не были там, а именно горизонтальные хребты, соответствующие никелем, никелу-672, никелу-68, и наклонные хребты, которые соответствуют потерянной массе константов, с схемы 1-2 про стандартные хребты. Вот они чего не соответствуют. Однако, начинаются они, то есть вбросе, обратите внимание, с магических пар. То есть это метрик олова и потерянную массу в районе кальция. И так далее, да? То есть дальше тяжелый полук растет, но потерянная масса остается той же самой. То есть проекция этого хребта, то есть вот этих двух хребтов, знаете, у нас представлено здесь. Вы видите, что хорошо различаются два пика, эта фактически не безумная, но, как вы видите, на многих случаях вина, где сомнений никаких не вызывает, что действительно вина такая вот реагонтальная структура. Это, соответственно, никель магический и, так сказать, полнотуарно, я бы сказал, антистинитель, то есть единственная оборочка N-40, а здесь, соответственно, Z-208. Хочется думать, если вы пытаетесь представить себе форму, которую имеет ядро перед разрывом, так, чтобы во всех этих петлятках разрыва терялась одна и та же масса. Хочется вам ее представить как обобщенную в таком виде, то есть что-то реформируется, то, что после первого разрыва теряется, ну и что-то остается. Так вот, если мы еще раз вспомним предыдущую картинку, она, собственно, здесь и изображена, да? То есть имеет место здесь предрожденная конфигурация вот такого типа. Магическое оборудование, магические ники и, так сказать, легкое ядро, которое дополняет этот файл двумасовыми компаниями. Тогда, сравнивая эту конфигурацию с известной конфигурацией для тяжелой мелкой радиоактивности, легко понять, почему здесь 10-17 по отношению к альфораскладам, а здесь 10-3, так сказать, по отношению к бинарному делению. Строфически падает Омурский бомер, естественно, система вытянутая, хотя физика, похоже, одна и та же. И здесь, и здесь дело связано с тем, что в рамках металлической системы преформируется маг, здесь один, а здесь, так сказать, два мага. И, так сказать, дело, таким образом, может быть, не вдаваясь в подобности, во всяком случае, на уровне первого предположения, нужно, так сказать, считать, что такого типа конфигурации ведут к новому типу квасторной радиоактивности, в данном случае, правильно. Ну, работа была опубликована в терапевтическом физическом журнале, и, так сказать, на них попал на ложку помещения, да, они, так сказать, в первую физику здесь отправили. То есть, ну, и как это оказалось интересно для уважаемых коллег. Значит, следующий шаг, который я хочу показать, это касается данных, полученных соревнований по литру. Вот одна из наших первых работ на ФОМКСе привела к вот такой картинке. Это, опять-таки, трех цепинального объединения. Значит, если вы отбираете события, имея в голове, так сказать, нечто вот такое, значит, были назначены следующие два рота. Значит, отбирали события с примерно одинаковой скоростью и с примерно равной мощностью. То есть, буквально, так сказать, искали вот такого вот образования ФОМКС. Естественно, что вот такая, так сказать, состоящая всего из десяти точек чебула, но упорядоченная, находящаяся, так сказать, в чистом поле, где глубокого чебула нет, мне кажется, так сказать, в любом случае приняли внимание. И только потом, после того, как вы, так сказать, видите эту фигуру, легко видеть, что она подбежит точно на диагонали. Например, вот эта точка соответствует конфигурации, когда вот здесь два мощностных никкеля, а здесь нерегде. для того, чтобы попытаться искать такие, значит, наш враг – это всегда рассеянные события, во всяком случае до тех пор, пока мы работаем на установках на модулях ФОМКС. Так вот, для того, чтобы ввести ещё одну переменную, отличную от экспериментальной переменной, отличную от массы для надёжной идентификации таких событий, значит, мы пытались придумывать некоторые формы для того, чтобы выделять такого рабочего вещи. Что можно ожидать? Это, собственно говоря, ясно из анализа этих событий, которые мы видим. То есть известна не только, естественно, масса этих двух залистрировых никелей, которые в общей силы здесь есть, но и кинетические энергии. Это означает, что мы можем избаваться энергии, и понять, что система должна быть сильно возбуждена, а раз так и находиться почти в покое, если, так сказать, разрывы произошли достаточно быстро объединяющие грудные. Это означает, что такой центральный фрагмент может быть источником эмиссии, практически изотропной источники гидрома. Но для того, чтобы попытаться такое найти, были на ФОМКСе, так сказать, модернизации ФОМКСа, то есть мы оставили пять модулей в одном плече, пять модулей в ФОМКСе в другом плече, и в плоскость гидрикулярной оси разлёта складалась с 140,3 счётчиков, которые, так сказать, примерно то же самое, было повторено именно установкой кометы, которая базируется уже на пинах, и вероятность регистрации изотропных нейтронов в отношении, так сказать, к обычным нейтронам и с полностью ускоренным космом, поскольку, как вы видите, такое приближение существенно, в разы оно, так сказать, больше, и когда мы попытались применить соответствующие народы, то есть вот эти данные, полученные на ФОМКСе, соответственно, на комете, с отбором событий по нейтронной минувственности, т.е. буквально вы, так сказать, смотрите, сколько реально нейтрон вы заинтересованы такими полосами, это не значит, что физическое множество, здесь, в данном случае, двойка, здесь, так сказать, тройка, это только то, что вы реально заинтересованы. Однако эффективность такого образа отбора событий совершенно высока. Значит, опять, я обращаю Ваше внимание, что имеют в виду эти вот такие, так сказать, прямые угольнички, фотографики, которые границы не имеют, не магия. И эффективность, так сказать, отбора, т.е. настолько вот эта мода, которая здесь выделяется, настолько она обращается по нейтрону, ну, по геометрии, да, так сказать, по угольным восприятиям этих нейтрон, настолько, что вот здесь, на самом деле, вот точка, центр обычного лобуса в бинарном делении. Как Вы видите, от него ничего не осталось после отбора. Прямо под бокусом двенадцатая некая конструкция, которая, так сказать, ограничена бумагами. И это означает, что, скорее, эта мода сильно отличается по нейтрону. Значит, вот вывод, который мы сделали из статей этих данных. Значит, видно, что отбор нейтрона весьма афирте, и, так сказать, детальный анализ этих данных, который опубликован в нашем статье «12-го года» и в этой сферническом журнале, позволяет заключить, что мода, связанные с тройным геометриальным распадом, по крайней мере, некоторые мода распада, служат источниками затропных нейтронов с множественностью поверха 4, т.е. не сильно отличающихся от обычной геометрии для Калифорнии. Значит, естественный вопрос и, собственно, создание вот этой установки комета. Значит, одной из целей этой установки, естественно, была регистрация, прямая регистрация не только двух, то есть работа не только в миссии, не на основе. Прямая регистрация трёх фрагментов. Значит, один из таких экспериментов, был вывод в сотрудничестве с нашими коллегами Юрского, и, так сказать, изучалась реакция у нас, мы с вами, с рутмой. Значит, было действительно зарегистрировано некоторое количество ремокутральных совпадений, и вот анализ этих событий приведён здесь. Ну вот, так сказать, вообще говоря, так сказать, всё выглядит весьма, я не знаю, интригующе. То есть, в начале, так сказать, система, состоящая из трёх матов, например, и, видимо, так сказать, компактность её токова, что разрыв может произойти не только, если, так сказать, центральная часть тянется. И, так сказать, это означает, что трёх линей, так сказать, хотя и маленьческий пластер, тоже постарируется. И тогда, так сказать, возникает система уже не трёхная, а четверная, и указание на такого рода системы на нашем рынке и здесь. То есть, зависит дело от энергетики, от конкретного состава пластера. Следующий эксперимент, который тоже связан, так сказать, со следующей линейкой реакцией, это тыры и дейтон, это, так сказать, анхи, соответственно, в Венгрии. И, так сказать, мы делали эту работу совместно с ними. Значит, вот здесь, опять не говоря в подробностях, вот этот панометр, так сказать, называемый, как этот цвет, так сказать, завелый, безусловно, красный, значит, видно, что эта суммарная масса трёх фрагментов зарегистрирована, а этот, так сказать, масса компаунтов. То есть, видно, что, так сказать, есть потери какие-то, то есть, есть события, когда, видимо, масса большего, то есть, когда была мультикорная, когда, так сказать, расставы 2-3, на самом деле события лежат 2-2, в соответствии с действия эцидента. То есть, такие события действительно регистрируют. Имею в виду, так сказать, бюджет времени, решите мне, окей, вторая сегодняшняя. Значит, решите мне очень радко, так сказать, остановиться на перспективах. Значит, вот эта картинчика и, значит, статьи показывают, что... То есть, регистрируют простую вещь. Если вы имеете даже вот такой детектор, независимый, и, так сказать, на этот детектор вкладывать сбилку из двух фрагментов, то, так сказать, как минимум, возможны три комбинации. Оба попали в один детектор, это означает, что просумировалась энергия, и вы, так сказать, вряд ли разберётесь, что это не отличное событие. Ещё одна ситуация, наилучшая, да, когда, так сказать, один звук сюда, другой звук сюда. То есть, в двух разных детекторах вы зарегистрировали, так сказать, независимые фрагменты. Ну и, наконец, ситуация, которая ведёт к реализации меткой потери анимации, когда один из фрагментов попал, так просто, вот, Фрейд, то есть, диафрагма, которой выделяется, так сказать, центральное рабочее поле после детектора. Из этой простой картинки ясно, что то, что мы видели в экспериментах на газовых детекторах и подтверждающих эти данные в экспериментах на полуководниковой системе, ясно, что мы, так сказать, даже границу точно указываем эти вероятности, это, так сказать, нижняя граница этих вероятностей, потому что мы видим, если только часть событий, исходя из этой простой георгинической картинки. Как, так сказать, добиться, с одной стороны, регистрации всех трёх, может быть, и четырёх, и, с другой стороны, так сказать, повысить эффективность системы? Значит, ну вот, так сказать, мы можем пытаться сделать в системе типа САЛОХИТ, то есть, когда два осколка за время, так сказать, окна рабочего регистрируются в одном детекторе, но и, так сказать, пользуясь современными средствами цифровой обработки, а именно, так сказать, цифровым кодировщиком, в нашем случае, так сказать, это вот реальные 7-намо-напрестометы, и такого типа кодировщик используется. Таковая частота, то есть интервал, через который приводится измерение ампетуд, здесь 200 икосекунд. И последнее. Значит, если, для того, чтобы различать, опять же, независимо регистрировать три частицы, даже с очень близкими скоростями, их можно пытаться растащить по пролётным угам. Вот то, что здесь нарисован, обычный цилиндрический конденсатор, такой мы использовали здесь на нашем реакторе. И при очень новом параметрах этого конденсатора, а именно, ну, скажем, 10 кВт, так сказать, между ничьего и ничьего канала, значит, оказывается, что в проеклёре остойка, вот она здесь представлена реальная симулированная программа, который используется у меня в программном ускорителе. Ну и, так сказать, вот для конкретной точки, так сказать, конкретным параллелом из этой нашей предыдущей картинки следует, что это вот отступление между, соответственно, кальцием и никелем, который изначально двухлинеарен на детекторе, отстоящем от источника на расстоянии 8 метров. Значит, как вы видите, здесь речь идет о полсантиметра, ну, вплоть до сантиметра. То есть эта система вполне перспективна с точки зрения растаскивания идеально календарных событий, и, так сказать, с нашими коллегами как «Делитрон», что «Делитрон» на Велозойне, за какой-то в нафал можете повлиять такую систему попытаемся сделать. Ну, и выводы более-менее очевидные. Значит, мы считаем, что мы наблюдаем достаточно убедительное, так сказать, Это новый тип расклада в тяжелых, слабоугольных ягах. Он характеризуется двумя основными вещами, а именно каллинеарной и почти каллинеарной кинематикой разведок фрагментов и, соответственно, ярко выраженным проявлением оболоченных эффектов, которые мы видим так как осколок 1 или 2, иногда и 3, видимо. Ну и, наконец, то, что касается нейтронного канала. Интересно, много групп продолжают работать с анатолийными источниками, пытаясь их искать в юридии. По нашему представлению получается, что некоторые моды анатолийного распада могут быть источниками такого рода анатолийных метров. Значит, у нас много чего можно почитать, где-то сказать, если, так сказать, не следите за этим уже возможным вещам, значит, вот наш сайт, в облачном группе, где-то, так сказать, все наши публикации представлены. Спасибо.